Я это забыла купить! Средь бела дня мужчина бросал снежки в окна учебного класса, а потом оголялся. У учениц, судя по всему, эсгибиционист восторга не вызвал, и они позвонили в полицию. Пришедший на место участковый попытался задержать голого нарушителя, но получил отпор. Мужчина несколько раз ударил полицейского и скрылся. Прихватил с собой и портфель сотрудника полиции. Спустя сутки эсгибициониста задержали. Выяснилось, учениц 22-го училища смущал 53-летний сотрудник ВОХР Севмаша. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Пока любитель раздеваться прилюдно не дает никаких показаний. Доставлять этого северодвинца в отделение ГИБДД сотрудникам полиции пришлось буквально на руках. Накануне задержали предположительно нетрезвого водителя, который стал виновником аварии. На улице Чехова вблизи дома 5 произошло ДТП. Водитель зеленой лады Приоры не справился с управлением и не уступил дорогу серебристой. Проходить медосвидетельствование водитель хоть невнятно, но отказался. Выйти из такого состояния водителю вновь помогли сотрудники полиции. По-видимому, принесенная им шоколадка будет сладкой наградой за заботу. Как выяснилось, водитель работал в такси и теперь ему грозит остаться без прав. А значит, без работы до полутора лет. Снег на дороге и несоблюдение дистанции стали причиной аварии на перекрестке улиц Сломоносова и Чехова. На светофоре столкнулись сразу три автомобиля. Ученичка пытались не догнать. Вроде затормозили, все хорошо. Сзади люди не соблюдают дистанцию. Скользко. Гололед не чистят улицы у нас в городе. Тоже какая-то бедулька бедовая. Сложная обстановка на дорогах города и ошибки водителей за минувшие сутки стали причиной 22 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, все без пострадавших.